Непростая была игра. Особенно первый период. Много сил отдали мы Сибири. Физически у нас соперник обыгрывал. Уходил от нас резко в контратаке. Справились, чуть во втором отошли. Тяжелая, очень тяжелая игра. Я поблагодарил ребят за то, что они отыгрались. При счете 2-3 забили эту шайбу. Я согласен с коллегой по поводу того, что у нас уже третья игра наслаивается. Не было такой свежести у команды. В начале вроде бы и создавали моменты, но прекрасно сыграл вратарь. Где-то повезло им в штанге. В конечном итоге Минск показал, что у нас сыровитая команда. Взяла игру в свои руки. Не случайно повела в счете. По булитам опять наше неумение забивать. Сегодня на раскатке дали это упражнение. Пробили 10 раз и не забили ни одной шайбы. Прекрасно сыграли вратари, но насторожило то, что забивают. Вроде бы в прошлом году булитисты, которые забивали тот же Стоу, тот же Капризов. Пока никак не удается. Все у меня. Николай Алинатольевич. Фейер и Чайлд в последнее время играл в четвертом составе. Сегодня появился в первом. Как оценить его игру? Почему именно в первом? Во-первых, мы с ним очень долго разговаривали. Помогли переводчики. Я ему высказал свои претензии. Он написал свое. Поэтому я поставил в первое звено, чтобы он помог команде. Я очень рад, что он это сделал. Дальше посмотрим, что в этом сочетании они будут играть. Но беспокоит четвертое звено. Подумать надо будет. Что-то свежести не хватает в команде. А не свежие это ни Мазякина, ни Зарипова. Далеко не они. Поэтому надо как-то выходить из положения. Посмотрим. Завтра, может быть, не будем тренироваться. Неиграющий состав и четвертое звено, которое не так сильно играло много. Посмотрим. У нас есть время подготовиться к очень серьезному сопернику. Опять серьезно. Северсталь, видите. Обыграли Адмирал и обыграли Амур. Тоже 3-2. Поэтому есть исполнители хорошие. Одного вы хорошо знаете. У вас металлургические координаты. Поэтому будем готовиться что-то предпринимать. Владимир Владимирович, может быть, Плотников и Малиновский в ближайшее время могут вернуться в состав и помочь? Или пока все-таки они не готовы? Плотников, я думаю, что нет. Может быть, только январь месяц где-то. Вот так вот, по моим этим. А что касается Малиновского, ну, вроде бы он приступил к тренировкам. Но колено его на сегодняшний день как бы не беспокоит. Но он не такую нагрузку сильную получает. Вот сейчас вот потренируется с нами. Посмотрим. Если у него жидкость опять будет появляться в колене, которую надо откачивать, то тут сложный вопрос. Андрей Робертович, по Гаврусу какова ситуация? Что можете сказать? Насколько там серьезно повреждение у него и все обошлось? Сотрясение. Доктор сказал средней тяжести. Ну, под бортом надо быть собранным. Неприятно. Да. Хоккей. В Новосибирске «Динамо» играло. Не было ни одного легионера. В составе сегодняшний «Хуров» появился. А когда можно ждать североамериканцев в составе? Когда их ждете? После поездки. После поездки ждем. После поездки ждем. После поездки ждем.